Вот такая, друзья, у нас сегодня чудесная погода. Представляете? Это я под зонтиком иду. И вот, бегу-бегу. Сегодня у нас воскресенье. И сегодня даже, по-моему, Ивана Купала. А здесь еще к тому же и фестиваль у людей. Три дня пятницы, суббота и воскресенье. Это был музыкальный фестиваль, как обычно. Он еще не закончился. Сейчас у нас воскресенье. Утро вот такое вот. Я показывала вам машине, а сейчас я бегу пешком. Просто хочу показать, какая мерзкая погода. Вот, сегодня у нас 16 июня. Лето не было. Плюс 15, холодно. И вот такой облажной осенний дождь. И люди бедные там на фестивале, в палатках, все замерзли. Так что я сейчас приду, включу отопление. Представляете, летом, в июне месяце, включу отопление. И буду греться, потому что вся промокла. И ноги у меня промокли. Вообще, этот дождь, он, наверное, зарядил на все, на весь день. Вообще, говорят, лето не будет в этом году. Вот такая вот погода в Англии. Я уже вам показывала свою ванную комнату, друзья. Но я же вам не показывала ту прелесть, которая здесь у меня нагревает горячую воду. Вот, посмотрите. Вот там наверху, вот это, видите, вот. Сейчас я открою эту потайную дверцу. Я ее, вообще-то, открою специально для вас. Я, по-моему, ее открывала за три года всего дважды. Вот первый раз, когда покупала, мне показывали, что там такое в ней спрятано. Как работает здесь водонагреватель, как нагревается вода, чтобы мыться в ванной, в душе. Вот это вот такая ванная у меня. Душ в основном я использую. Но вообще, иногда и ванну принимаю, конечно. Так вот, не пугайтесь, как говорится, слабонервным не смотреть. Сейчас специально для вас залезу. И покажу, что там происходит, что такое в Англии, в старых домах, бывает, можно увидеть. Это вот у меня вот такой вот здесь называется танк. Вот видите, огромная, 100-литровая металлическая хрень, которая греется от электричества. Это называется у них танк. Ну, емкость для воды. Которая вот мне, потом я использую в ней горячую воду. Вот видите, это настолько все старое. И самое интересное, что я вот уже в этой квартире живу 3 года. Я первый раз его открыла, потому что мне вообще не надо сюда залезать. У меня внизу там включается это все. Сейчас покажу, слезу. Потому что я даже на стул сгромоздилась. Здесь довольно высоко. Видите, вот я стою на стуле. И показываю вам над самым потолком вот этот 100-литровый бак с водой. Он нагревается. Его, чтобы он не остывал, видите, люди. Но это еще до меня. Я, конечно, не занимаюсь такой ерундой. Боже мой, вот эти все тряпки какие-то старые, грязные. Видите, вот его обкручивают. Стараются утеплять. Обкручивают старыми одеялами, какими-то утеплителями. Чтобы дольше сохранялась горячая вода, как вы понимаете. Ну вот, я закрыла, видите. Вот так вот он выглядит. Этот мой шкаф с титаном. С танком с этим бойлерным. А здесь внизу у меня вот кладовка. Здесь я ее использую, там храню полотенца. Вот, и здесь вот такая вот вещь. Это таймер. И вот включаете, включаете, выключаете. Вот я сейчас выключала, не шумит, слышите? Сейчас включу, будет шуметь. Слышите, да? Вот он заработал. Затекал таймер. Можно выставлять таймер время. Насколько вы хотите, чтобы у вас согрелась вода. Вот этот огромный танк, который я вам показала. Он у меня нагревается за полтора часа. Вот так вот закрываю. И вот такой вот шкафчик ванной. Вот видите. Это то, что я вам показала этот танк жуткий. И потом вот вы пользуетесь душем горячей водой. Принимаете ванну. Здесь вот спрятан вот этот вот жуткий бак страшный, старый. Здесь у меня в туалете еще, видите, карта. Я с детства обожаю карты в туалете, чтобы рассматривать. А вообще, я что хочу еще рассказать про этот мой танк жуткий. Который, наверное, даже мало кто себе мог представить, что такое существует в 21 веке в просвещенной Англии. Вот. Ну, те, кто здесь живет, наверняка в курсе, что это не какое-то раритетное явление. А вы знаете, наверное, даже до 50%, а то и больше, все старые дома. А вот, где живут англичане коренные, они вот такими танками пользовались. Ну, вот сейчас начинают их постепенно-постепенно заменять. Молодежь уже, конечно, меняет на бойлеры. Или люди, которые более обеспеченные, они сразу меняют на бойлеры. Но вот у меня я купила эту квартиру. Вы же понимаете, да? Что здесь до меня жили. Кстати, жили молодые. И вот у них вот это вот такое безобразие было. Вот этот вот бак старый. Вот так вот англичане живут. И вот эта продвинутая консервативная Европа, консервативная Англия отбросила меня вот такими вот баками, емкостями с водой на 30, а то и на 40 лет назад. Вы знаете, вот почему обматывают, вы же поняли теперь, да? Потому что очень много жрет электроэнергии, пока греется этот бак 100-литровой воды. А я его полностью сразу не использую. А на следующий день он уже остыл. И приходится греть опять. То есть это жуткое дело. Ну вот, вот так они живут, друзья. А вы говорите Англия. И вот еще одна вещь, которую я хочу вам показать. Хочу обратить ваше внимание. Ну я так показывала вскользь уже, когда показывала свою кухню, свою квартиру. Вот. А теперь я вот обращаю ваше внимание конкретно вот на эти вещи, которые, как я уже рассказывала вам, я никогда в своей жизни не видела. Может быть, кто-то видел, конечно. Но вот это вот в частности, вот видите, hand wash написано. Ну то есть для мытья рук. Вот такой кран, вот такая электрическая штукенция. Вот там наверху она включается. Сейчас покажу. Вот вы открываете. Вот такой тонюсенькой струйкой течет вода. Включаете. Потому что она у меня включается редко. Включаете, ждете. Ну и вот она. Буквально где-то через 30 секунд, вот она уже нагрелась. И вы моете под такой струей воды свою посуду. Естественно, что, конечно, лучше, когда вы набираете какую-то емкость, какой-то тазик. Но вот она уже сейчас сразу стала очень горячая. Я ее могу немножко увеличить, струю. Вот это максимум. Вот такой напор. Можете себе представить. Вот такая штука. Для того, чтобы мне помыть посуду на кухне, я должна включать электрический обогреватель воды. Ну, это я его включила, чтобы вам показать. Сейчас выключу. Ну, я не знаю. Может быть, кто-то когда-то пользовался. Может, кто-то мне скажет, что да ладно, нормально. Ну, вот это у меня вода. Видите, это просто холодная. Вот здесь не соединена основная. Вода на кухне, кран с водой. Он не соединен с тем танком, с тем баком огромным, который я пользую, когда моюсь ванной. То есть, даже вот такая ерунда, что, по идее, ну, я нагрела там воду вечером, я на следующий день утром могла бы пользоваться той еще не остывшей тепленькой водой, чтобы мыть посуду. Нет, ничего подобного. Здесь не соединена даже. Нету трубы, которая соединяет тот танк и вывод на кухню. Вот, поэтому приходится вот такой еще штукой параллельно пользоваться. Представляете? Мало того, она жрет еще колоссальное количество электроэнергии. Вот у меня есть вот такая вот, видите, очень современная счетчик, такой машинка, как скажем. Ну, вот она такая, видите, мне ее установили недавно в Ритиш Газ с большим трудом. Я столько просила, вот в конце концов они мне ее установили. Вот видите, сейчас зелененькая горит, потому что я не пользуюсь ничем. Если только, вот когда я включила вот ту штуку для, это самое, для того, чтобы помыть там несколько тарелок, у меня сразу, видите, total pound 30, вот. Это набежало вот буквально за 5 минут. Дважды я кипятила чайник и вот сейчас попользовалась вот этой вот водичкой, чтобы помыть посуду. Накручивает моментально огромное количество. Вот здесь, вот видите, это вообще-то такая машинка довольно интересная. Вот у меня баланс газ и электричество. Она показывает, вот, это сколько у меня на счету, 118 у меня фунтов электрический баланс и 1759 это у меня за газ баланс. И вот здесь вот иногда вот так по кругу она показывает, сколько я истратила и вот там потом сумма в день. Такая интересная штука. Она, конечно, чудесно все показывает и фиксирует, но самое-то интересное, что я хочу сказать, что как это все дорого, вы представляете, поэтому вот ту вот, которая хендвош, малюсенькая, я показала электрическая для того, чтобы посуду помыть. Я ее практически не включаю. но когда уж совсем у меня много посуды, когда уж совсем там грязная, кто-то пришел, вот тогда я включаю и мою. А так это тут вылетишь из бюджета моментально. Так что вот, помимо всех этих прелестей с их каминами, единственное отопление в доме, это вот камин, не знаю, это же тоже вообще-то пережитки прошлого, оно по-моему сто лет уже назад все это использовалось, но в большинстве домов, ну не в большинстве, я не знаю даже в процентном отношении, но вот насколько я вижу, почти у всех эти камины, вот даже у Сандрин, вы видели, да, она тоже пользуется газовым камином этим. Ну там потом еще люди устанавливают бойлерное отопление, ставят батареи, но можете себе представить, на каком уровне все вот это вот здесь в Англии, и если люди с таким средним достатком или с низким достатком, которые не могут поменять это все, вот они живут в старых домах и продолжают жить, вот этот дом, вы же понимаете, здесь же до меня люди жили, ничего абсолютно не сделали, ничего не переделали, хотя жила английская семья молодая, вот они пользовались всей вот этой ерундой, которая приводит меня просто в шок. Ну это электрическая коробочка, она конечно современная, замечательная, но понимаете, что они мне не поменяли ничего, то что было раньше, сейчас вам покажу щиток электрический, это просто, вы знаете, какой-то доисторический динозавр, вот под потолком у меня щиток, я уже его показывала вам, хочу еще раз показать, вас порадовать, вот такой электрический щиток, это просто немыслимо, такое старье, сколько всего тут навешано, вы видите, да, там и пробки, там и то и все, и когда я пригласила мастеров с газовой компании, British Gas, из электрической компании, вот пришел тут парень, он посмотрел, посмотрел, покрутился, вот он мне вот этот ящик заменил, если можете мое посмотреть видео до этого, где я показывала, как я только въехала этот вот такой щет, как он называется, этот щиток, что ли, электрический, там не было, вот сейчас они мне поменяли вот на эту коробку, и как бы теперь я не ключом пользуюсь, а просто плачу на карточки, на пластиковые, если у меня надо заплатить за электричество, но ничего убрать они не смогли, вот это вот старье, вот это вот ужасное, сказали, что нет, убрать мы не можем, тут у вас все раздельно, газ отдельно, электричество отдельно, и мы уже с этим не пользуемся, и у нас уже ничего такого нет, если менять, то вам это будет очень дорого, лучше пусть так остается, вот такая хрень, показываю вам любимую свою замечательную квартиру.